Приветствую всех дорогие друзья. На связи как всегда недомайнер и моя скромная таверна. В последние дни стали известны полные характеристики видеокарты RTX 3060 Ti. Сама же Nvidia по ходу действительно боится проиграть видеокартам RX 6000 и по первым слухам готовит RTX 3080 Ti вместо видеокарт с удвоенной памятью. Обо всех самых актуальных новостях я расскажу вам прямо сейчас, но перед этим не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И с вашего позволения я начну с очень печальной новости про перенос Киберпанка. Студия CD Projekt Red в третий раз принесла дату выхода боевика Cyberpunk 2077. Невзирая на то, что игра уже отправлена в печать, разработчики не смогут закончить необходимые приготовления к 19 ноября. Теперь официальная дата релиза Cyberpunk 2077 является 10 декабря этого года. И теперь давайте перейдем к RTX 3060 Ti. Буквально на днях эта модель прошла валидацию в GPU-Z, подтвердив основные технические характеристики. Как уже давно было известно, RTX 3060 Ti является второй видеокартой на графическом процессоре NVIDIA GA104. В её арсенале имеется 4864 ядра CUDA, 152 тензорных, 38 RT и 8 ГБ памяти GDDR6. Сама видеокарта RTX 3060 Ti должна поступить на полки магазинов в середине следующего месяца, а рекомендованная стоимость устройства по имеющимся данным не превысит 400 долларов. Однако оформить предварительный заказ на новый 3D ускоритель уже предлагают некоторые китайские ритейлеры. В Китае ещё не представленная видеокарта оценивается от 2049 до 2999 юаней, что примерно 305 и 446 убитых енотов. А в качестве ориентировочного времени доставки продавцы из Поднебесной указывают ноябрь месяц. А вот компания Gigabyte наконец-то высказалась по поводу обновлений своих плат до Ryzen 5000. Компания успешно обновила свои платы на новейших чипсетах и сказала, что теперь они работают над прошивками для B450 и X470 и посоветовала следить за обновлениями на их сайте. А тем временем самой Nvidia приписывает работу над новой видеокартой. Уже сегодня мы увидим видеокарты RX 6000, которые по всей имеющейся информации смогут составить конкуренцию видеокартам RTX 3000. Грядущая презентация 100% не останется без внимания зелёного лагеря, который уже приступил к работе над прямым соперником для новых решений конкурента. На днях я вам рассказывал про подготовку условной RTX 3070 Ti, а сегодня всплыли подробности о модели RTX 3080 Ti. Основой такой видеокарты должен послужить кристалл Nvidia GA102-250 с активными 9984 ядрами CUDA, что на 1280 единиц больше, чем у обычной RTX 3080. Данный GPU сможет также похвастаться 384-разрядной шиной памяти против 320 бит у RTX 3080. Через эту шину он будет сообщаться с 12 ГБ GDDR6X. Такая конфигурация обеспечит RTX 3080 Ti преимущество над базовой версией RTX 3080 и в то же время добавит немного той самой памяти, которой так мало у базовой модели. Но сможет ли она противостоять 16 ГБ видеокарте красных покажет только время. Ну а тесты видеокарты RTX 3070 появились в сети официально. Nvidia дала разрешение на публикацию обзоров видеокарты RTX 3070 в исполнении Founders Edition, пресэмплы которой были разосланы крупным веб-изданием. Игровое быстродействие RTX 3070, как и обещала Nvidia, находится на уровне бывшего игрового короля в лице RTX 2080 Ti. Например, в Borderlands 3 она немного обходит 2080 Ti. Такая же ситуация и в Gears 5. А вот в Metro Exodus она явно отстаёт от прошлого флагмана, зато с лучами справляется намного лучше. В общем и целом, Nvidia не соврали и это действительно замена RTX 2080 Ti. Однако на её борту всего 8 ГБ видеопамяти. Как думаете, надолго ли хватит такого количества памяти? Напишите ваше мнение в комментариях. Ну а уже в этот четверг стартуют продажи этих видеокарт. И на днях сразу несколько ритейлеров по всему миру сообщают, что RTX 3070 на момент старта продаж будет доступно больше, чем видеокарт 3080 и 3090 роста в день релиза. В частности такая информация поступила от магазинов в токийском квартале Акихабара. Тем временем датский ритейлер ProShop предоставил точные цифры о поставках RTX 3070. За неделю с небольшим он увеличил складские запасы со 106 до 206 штук. Если сравнивать эти цифры с выпущенными ранее флагманами, то видеокарт RTX 3070 на момент релиза будет доступна в 4 раза больше. А если верить веб-изданию видеокарт, то первые поставки исчисляются тысячами экземпляров на один регион. И точно такая же доступность ожидается при выходе RTX 3060 Ti. Также в распоряжении этого веб-издания оказалась фотография графического процессора GA104-300, на базе которого построена видеокарта RTX 3070. Тем временем компания MSI выпустила отменные платы B550 UniFi. Обе новинки готовы принять на борт процессоры Ryzen 5000 и станут доступны для покупки уже в ближайшие недели. Среди главных особенностей плат вендор отмечает 14 плюс 2 фазную систему питания с массивным радиатором, наличие четырёх разъёмов M.2 с теплосъёмниками, 2,5 Гбитный сетевой интерфейс и беспроводной модуль Wi-Fi 6. Отличия между платами сводятся к числу разъёмов под модули оперативной памяти. 4 у UniFi и 2 у UniFi X. Сама пресс-служба компании сообщает, что наличие всего двух слотов помогает добиться лучших результатов при экстремальном разгоне ОЗУ. В частности, один из оверклокеров MSI сумел взять рубеж в 6536 МГц на 8 Гбитном модуле DDR4, используя B550 UniFi X. Ну а с более подробными характеристиками можно уже ознакомиться на официальном сайте. А вот уже в следующий четверг, 5 ноября, стартуют продажи первых процессоров AMD Ryzen 5000 с микроархитектурой Zen 3. Параллельно со стартом спадёт и запрет на публикацию обзоров новых CPU. Но сомневаться в том, что новая архитектура принесёт ощутимый скачок быстродействия не приходится. Очередным подтверждением этого стали результаты тестирования Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X во встроенном бенчмарке утилиты CPU-Z. Восьмиядерный процессор завершил однопоточные и многопоточные тесты CPU-Z с 650 и 6593 баллами. Это делает его одним из самых быстрых камней в своём классе, причём быстродействие одного ядра у новинки примерно на 11 % выше, чем у Core i9 10900K. А если говорить о 16-ядерном процессоре, то он обещает стать лидером в большинстве тестовых пакетов. Бенчмарк CPU-Z он завершил с впечатляющими показателями 692 и 13306,5 очков. Ну а на квартальной отчётной конференции Лиза Су немного рассказала о дефиците. По её словам, компания столкнулась с высоким спросом на свою продукцию, который в некоторых случаях превзошёл ожидания. Как предполагает глава AMD, спрос на продукцию компании растёт быстрее рынка. Это является показателем успеха с одной стороны, но при этом требует тщательно планировать поставки. Во второй половине текущего года ситуацию с доступностью компонентов удалось улучшить, но при этом вырос и спрос, как пояснила Лиза Су. В целом даже в следующем году на некоторых направлениях спрос будет превышать предложения, но AMD проводит тщательную работу по планированию поставок, стремясь минимизировать дефицит. И на днях стало известно о сделке между AMD и Xilinx. Для тех кто ещё не в курсе, компания Xilinx это производитель FPGA и Матриц, а слухи о покупке этой компании ходят уже около месяца. Недавно Xilinx отчитывалась о своих результатах и её руководство отказалось комментировать слухи о готовящейся сделке с AMD. А вот сама AMD перед публикацией квартального отчёта подтвердила, что сделка состоится. Компании обменяются акциями, а сделку планируется завершить до конца следующего года. Стоимость активов, которые перейдут под контроль AMD, действительно оценена в 35 миллиардов долларов, как и сообщалось на уровне слухов. Другое дело, что AMD для оформления сделки не потребуется прибегать с заимствованием. Стороны просто договорились обменяться акциями из расчёта 1,72 акции AMD за одну акцию Xilinx. Когда обмен состоится, действующие акционеры AMD будут контролировать примерно 74 % объединённой компании, а 26 % достанутся акционерам Xilinx. С точки зрения американского законодательства сделка будет проходить как реорганизация, не требующая налоговых выплат. И уже сегодня состоится презентация видеокарт RX 6000. Компания AMD обещает нам продемонстрировать несколько невероятных игр от игровых партнёров и рассказать историю о том, как AMD Radeon RX 6000 и архитектура RDNA 2 позволили выйти на новый уровень качества для фанатов, играющих на AMD. По всем данным, этим вечером состоится анонс трёх видеокарт на базе графического процессора AMD Navi 21. А я как всегда попытаюсь как можно быстрее рассказать вам о итогах. Но если вам понравился этот ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья.